Приветствую вас и, условно говоря, ваши проблемы можно разделить на две части. Первая проблема – это работа, топливная самодеятельность, которой вы занимаетесь. Она вызывает, ну, скажем так, довольно больших интерес. Дело в том, что вы не хотите давать отсчет, почему, потому что вам это не нравится. Вы не испытываете к этому достаточной степени симпатии. Вас не устраивает то, что вы вот должны это делать. И, простите, если эта деятельность вызывает у вас чувство отторжения какого-то, то логично предположить, что, ну, не мешало бы подумать, а, может быть, сменить это на что-то другое. Может быть, другой деятельности у вас не будет такого. Ну, нужно подумать, насколько актуальна та деятельность, которой вы занимаетесь. Насколько она для вас важна, ценна, интересна. Насколько представляет для вас перспективы для развития. Все это очень важно. Очень важно, потому что, если работу свою вы воспринимаете как что-то такое, знаете, принудительное, да, по обязательству, то понятно, что никакого положительного эффекта от этого вы получать не будете. И тут важна уже не сама даже деятельность, а ее направление. Может быть, вы недостаточно много отдыхаете. Может быть, вы не реализуетесь где-то в других сферах. Может быть, у вас есть какие-то проблемы, которые не мешают, которые постоянно отвлекают, которые занимают ваше внимание, в конце концов. Тут нужно подумать, насколько много у вас раздражающих факторов, которые присутствуют при занятии, рабочей деятельностью. И вы должны эти факторы устранить? И если этими факторами являются проблемы, то эти проблемы нужно разрешать, конечно же. То есть, я надеюсь, понятно, да, с первым моментом. Это ваша деятельность. Вот насколько она вам интересна и актуальна. Насколько вы сочетаете там работу, отдых, насколько вы реализуете в других социальных ролях. Например, вот как сотрудник вы реализуетесь, допустим. Реализуетесь ли вы как человек, как сторона в личных отношениях, как сторона в дружеских отношениях, как есть ли у вас хобби, есть ли у вас там развлечения, нормально ли вы отдыхаете, не работаете ли вы наездно. Все эти вопросы нужны вам хотя бы для себя проработать. Проработать. Проработать, чтобы, ну, вообще-то говоря, понять. А может быть, вы просто слишком много внимания уделяете чему-то одному. В результате этого у вас уже просто отвращение возникает. Ну, если так, то нужно разбавлять. Нужно разбавлять, переключать внимание, чтобы обновлять, так сказать, свое восприятие того, что вы делаете. По-другому не получится решить эту проблему с этой стороны. Дальше. Следующий момент, который обязательно нужно сказать, заключается в том, что, как бы, проблема с успешным своевременным выполнением определенных задач кроется в волевой регуляции. Вам не хватает воли для того, чтобы, ну, вот, заставлять себя готовить отсчет в срок, да? Соответственно, чтобы это сделать, ну, нет, первое, достаточное количество мотиваций. То есть, вам не хватает мотивов. Просто недостаточно мотивов для того, чтобы, вот, делать это. Вы знаете, что, там, за два дня вы все равно справитесь с проблемой. Вы знаете, что все равно все в итоге будет хорошо. И смысл вам делать что-то иначе у вас нет. Но нет у вас смысла. А раз нет смысла, нету стимула, мотива для того, чтобы делать то, что, вот, поможет. И внимание, как элемент создания, воск постоянно распыляется на что-то другое. На что, конечно, вопрос интересный, мы об этом уже говорили. Это факторы отвлекающие. Но внимание распыляется. И работать, с одной стороны, нужно с тем, чтобы повышать количество мотивации. Количество мотивов для того, чтобы делать это. Придать новый смысл тому, что вы делаете. И здесь я могу привести пример, когда несколько групп детей разместили на детской площадке. Одни играли, а другие просто стояли вокруг них. И, естественно, можно понять, что маленькие дети на месте стоят не любят. И они крутились, вертелись, им было неприятно, им было неудобно. Они вообще не понимали, почему они стоят, а другие играют. Но когда воспитатели объяснили, что они охраняют тех, кто играет, то дети стояли по стойке сменно очень долго. Почему? Потому что был новый смысл. Появился новый мотив. Судобно надо потом и так. Предупредить новый мотив. Расширить свое мотивационное поле для того, чтобы выполнять то, что вы делаете. А что касается внимания, то внимание нужно оградить от внешних факторов. От, значит, раздражительных. Как это сделать? Через тренировку. Внимание это такая же способность, как и ловкость и силы. И его можно тренировать. Кладем перед собой листок бумаги. И пытаемся на нем концентрировать свое внимание. Как? Думаем только о нем, не допуская мыслей о ни о чем другом вообще. Ну вот. Вперва 10 минут. Потом 20. В принципе, на пол шеста можно остановиться. Подумывать предмет посложнее. Скажем там. Стакан воды. Например. И вот так дальше, повышая сложность предмета, тренировать внимание. Не позволяя о себе думать о чем-то другом. Кроме как вот только о том, что вы сейчас непосредственно имеете без перед собой. Но это вам очень здорово поможет не отвлекаться на другие вещи, когда вы занимаетесь делами. И в дополнение можно привести еще такой небольшой момент. Это то, что можно, знаете как, вот вы и мотивационную сферу расширили, да? И внимание не тренировали. Теперь вот начали что-то делать. И придали какую-нибудь особую характеристику своему бытию. То есть мы, допустим, начали писать отчет. Ну хорошо. Отчет пишите. Пусть там рядом играет, скажем, музыка. Или пусть будет какой-нибудь запах. Аромат. Вы сами себе сделаете условный рефлекс. И в следующий раз, когда вы будете заниматься этим делом. Отписать отчет. То вы можете начинать не с него, а с того, чтобы сперва добавлять этот элемент. Если это музыка, то включать ее. И после двух-трех раз вы уже удивитесь. Но когда вы будете слушать мелодию. Такому мелодию. У вас она будет ассоциироваться с работой. И вы почувствуете желание выполнять этот счет. И вам будет легче. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. гу. ВО fondю. trump. Вciones. Светлой. ТРАС Wherever Iйм vagaa вперёд. Продолжение следует...